Святый Боже, Святый Греки, Святый Бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и пресну и во веки веков. Аминь! Святый Бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, Святый Греки, Святый Бессмертный, помилуй нас! От Матфея Святого Ивангелия, чтение! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив на заре, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Заволоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченная честь пророка Исаию, который говорит, Земля Заволоновой, земля Нефалимова, на пути Приморском за Иорданом, галерея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, сидящим в стране, и тени смертные воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Иван Гриат Иоанна. Я есим дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пожить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есим пастырь добрый, пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есим пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привезти. И они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь. Слава Тебе, Господи, Слава Тебе. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Из поучений Святаго Иоанна Златоустого на книгу бытия. Будем не просто читать Писание, но изучать и назидаться. Ведь ничего не написано напрасно. Великое зло не знать Писаний. Отчего бы следовало получать пользу, от того мы получаем вред. Так часто и лекарства, имеющие по природе целительную силу, когда употребляющие их не умеют хорошо пользоваться ими, приносят вред и расстройство. И оружие, которым можно защищаться, для того, кто не умеет обращаться с ним, служит во вред. А причиной то, что мы всего прочего ищем больше, нежели пользы душевной. И больше смотрим на постороннее, нежели на свою истинную пользу. О прочности дома мы часто заботимся. И не потерпели бы видеть, как он ветшает, обрушивается и повреждается от бурь. О душе же нисколько не заботимся. Но хотя и видим, что основания и самое здание, и кровля разрушаются, не прилагаем никакого попечения. Также, если имеем скот, то стараемся об удобствах для него, нанимаем и конюхов, и коновалов, и все силы напрягаем. Заботимся о помещениях, внушаем приставникам, чтобы они не гоняли его без нужды. И как попало, не клали на него излишней тяжести, но не выпускали безвременно среди ночи, довольствовали пищу. И многое устанавливаем правил касательно ухода за бессловесными животными. А у душе нисколько не печемся. Но что я говорю о животных полезных для нас? Многие держат маленьких птиц, которые не приносят никакой пользы, а только забавляют. И касательно их есть у нас много правил, и ничего не опущено и не забыто. Обо всем мы заботимся больше, нежели о самих себе. Так мы сделались малоценнее всего. Если кто в обиду назовет нас псом, то мы оскорбляемся. А сами, бесславя себя ни словом, но делом, не прилагая попеченья душе, даже столько, сколько о псах, не чувствуем никакого огорчения. Видите ли, как все у нас покрыто мраком. Как многие заботятся о псах, чтобы они не были накормлены более надлежащего. Чтобы они были быстры и пригодны к охоте, побуждаемы голодом и жаждой. А о себе самих не заботятся и не стараются обуздать своего сластолюбия. Бессловесных научают любомудрию, а себя допускают не сходить до дикости животных. Это кажется загадкой. Где скажешь эти любомудрия и бессловесные? Ну разве не великая любомудрия, когда пес, побуждаемый голодом, схвативший добычу, удерживается от попавшей ему пищи? И, видя пред собою готовую еду, томимый голодом дожидается господина. Устадитесь самих себя. Научите ваше чрево быть так же любомудрыми, ведь нет никакого оправдания. Если ты можешь сообщить такое любомудрие животному, от природы, не имеющему ни говорить, ни мыслить, то тем более мог бы сообщить себе. Это ведь дело человеческого старания не природы. Иначе все псы были бы таковыми. Итак, будьте в данном случае подобным сам. Вы сами вынуждаете меня заимствовать пример отсюда. Следовало бы от примеров небесных. Но если я начну говорить о каком-нибудь из этих предметов, вы говорите, что это слишком высоко. Потому я не говорю уже о предметах небесных. Если приведу пример Павла, вы говорите, что он был апостол. Поэтому я не говорю уже о Павле. Если приведу пример какого-либо другого человека, вы говорите, что он мог делать это. Поэтому я и не указываю на человека, но на животное. И животное, получившее такие свойства не от природы, чтобы вы не сказали, что оно делает это по природе, а не по доброй воле. И что еще удивительно, не по собственной воле, а по твоему старанию. Оно не рассуждает, что устало, что утомилось от бега, что поймало добычу собственными своими трудами. Но оставив все это в стороне, исполняет волю господина и становится выше чрева. Да. Оно, скажешь, ожидает одобрения, надеется получить обильную пищу. Скажи и ты самому себе. Пес, в надежде будущего удовольство пренебрегает настоящим. А ты не хочешь в надежде будущих благ пренебрегать настоящими. Но он скажет, знаешь, что если неблаговременно и против воли господина вкусить пищи, то лишиться не только этой, но обыкновенно назначаемой ему пищи. И даже вместо пищи получить побои. А ты и этого не можешь знать. И того, что он умеет делать по привычке, ты не исполняешь по разуму. Будем подражать хотя бы сам. Говорят, что делают тоже ястребы и орлы, что те делают с зайцами и серными, то и те с птицами, а также по научению и также по научению человеческому. Все это может обличить нас. Все это может осудить нас. Скажу еще. Взяв диких и свирепых коней, которые бьют ногами и кусаются, опытные люди в короткое время образовывают их так, что севший на них всадник наслаждается их струйной походкой. А когда душа поступает беспорядочно, никто об этом не заботится. Она и скачет, и бьется, и бросается на землю, как дитя, и делает множество бесчинств, но никто не налагает на нее ни аркана, ни пульт, ни узды, и не сожжает опытного всадника, то есть Христа. Таким образом все не взвратилось. Если ты заставляешь псов владеть желудком, укращаешь ярость льва и свирепость коней, и научаешь говорить птиц, то не странно ли неразумным существам сообщать свойства разумных, а в разумных допускать неразумные страсти? Нет. Нет нам никакого оправдания. Нас обвиняют все делающие должное, и верные, и неверные. Ведь и неверные делают должное, и не только люди, но и звери, и псы. Осудим себя, и мы сами, которые делаем доброе, когда хотим, а когда бываем беспечны, увлекаемся на злое. Часто и многие самих порочных людей, когда захотели, исправлялись. А причиной то, как я сказал, что мы всячески ищем пользы посторонней, а не нашей собственной. Построил ли ты великолепный дом, ты позаботился о благоустройстве дома, а не твоем собственном. Получил ли хорошую одежду, ты позаботился о теле, а не о самом себе. Если хорошую лошадь, так же. Никто не заботится, чтобы душа была добра, тогда как при доброте души нет никакой нужды и в тех благах, а без нее нет никакой пользы и от них. Как для невесты, хотя бы ее брачный чертог был убран золотыми покровами, хотя бы окружали ее сонных благовиднейших и прекрасных женщин, розы и венцы, хотя бы и жених был прекрасен, и служанки, и подруги, и все были благовидны. Нет от того никакой пользы, если она сама крайне безобразна. Если же она прекрасна, то и без всего этого нет для нее никакого вреда, она против пользы. Потому что безобразная при этом будет казаться еще безобразнее, а прекрасная без этого будет еще прекраснее. Так точно и душа, если она добра, не только в этом не нуждается, но даже помрачает этим свою красоту. Человек-любомудрый, как мы увидим, блистает не только в богатстве, сколько в бедности. В первом случае многие приписывают любомудрию его богатству тому, что он не имеет нужды в деньгах. Если же он живет в бедности и между тем отличается всеми добродетелями и не допускает себя делать что-либо постыдное, то уже никто другой не разделяет с ним венца, который стяжал он любомудрием. Итак, будем украшать душу, если хотим быть богатыми. Что польза, если лошаки твои белы, тучные и красивые, а ты, сидящий на них, и худ, и нечистый, безобразен. Что польза, если ковры твои мягкие, красивые и искусно, испечеренные различными цветами, а душа одета в рубище или совершенно обнажена и безобразна. Что польза, если конь выступает плавно или походит более наплячущего, нежели на идущего, и украшен как бы для брачного пира, а сидящий на нем хромает душою более хромых и расстроен в руках и ногах более пьяных и расслабленных. Скажи мне, если бы кто дал тебе хорошего коня, а телу твоему нанес бы вред, какая от того польза? А теперь у тебя повреждена душа, и ты нисколько не заботишься. Позаботимся же когда-нибудь, увещевая вас и о самих себе. Не будем считать самих себя малоценнее всего. Когда кто оскорбляет нас словами, мы досадуем и огорчаемся, а сами, унижая себя делами, не исправляемся. Разумимся же, хотя поздно, чтобы, приложив ревностное попечение душе своей и возлюбив добродетели, могли мы сподобиться вечных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отсутся Святым Духом слава, держава, честь ныне и пресно и во веки веков. Аминь.